Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы рассматриваем жития святых во свете Библии открытым оком. Вопрос 2193. Даже представить и то тяжко, как при аресте приходилось прощаться с родными, и это навсегда. Как проходили это прощание по житиям? Как можно приготовиться к нелегкой разлуке? Ответ. Бог укреплял и юных, потому что они любили Создателя Своего, более и превыше всего, что знали. 1 Коринфо 1013. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Не следует уже сегодня привязываться к тленному, и хотя слабое, но должно быть воображение, что вдруг все будет от это, и что тогда? Евреям 1034. Ибо вы моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество, лучшее и неприходящее. Заранее не обдумаешь ничего, но упование дает мудрости и на ответ, и на переживание. Марка 13.11. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Не мы же первые пройдем этим путем. История оставила нам описание страшных времен, и тогда находились верные сыны Божии. Это нам в образец. Третья езра 16.72.73. Будут как иступленные, беспощадно расхищать и опустошать все у боящихся Господа. Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их изгонят их. Премудрость Соломона 14.25. Всеми же безразличия обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление вероломства, мятеж, клятва преступления, расхищение и имущество. Евреи чудом уцелели в кровавых бойнях против них. 1 Маковейска, 1.61. Младенцев вешали за шеи их. Да мы их расхищали, и совершавших над ними обрезание убивали. Тимофея Мавра, 3 мая. Когда святые шли на распятие, их встретила мать Мавра, и, обняв дочь свою, сказала ей, «Дочь моя, Мавра, зачем ты оставляешь мать свою, ищущую тебя? Кто же будет носить украшения твои? Серебро, золото и драгоценные одежды твои кому достанутся, если ты, дочь моя, не останешься в живых?» Святая же Мавра так и ответствовала своей матери. Золото и серебро погибнут, а одежды поест моль. Красота юного лица также со временем исчезнет. Винец же, который дарует мне Иисус Христос, будет неувидаемый во веки. И не могла мать возразить что-либо святой Мавре. Мужченица же, вырвавшись из рук матери, пошла к месту распятия, сказав матери, «Для чего ты меня отвлекаешь от креста и не даешь мне насладиться ленцом от Господа моего, которому я хочу уподобиться смерти своей?» Вопрос 2195. Дело проповеди так плотно и глухо забыто в православии уже 1900 лет, что постепенно и тонко перевели слово проповедь на службу, на богослужение. Неужели во всех житиях нет примеров, когда ради проповеди даже свободой бы жертвовали, если бы свободу даровали за обещание не проповедовать? Есть ли выход из этого тупика? Ответ. Но проповедь это ведь не только храмовое служение, пусть даже и выступление служителя, но это ежедневное свидетельство о Христе. Некоторые животолюбцы презрели грозное предупреждение Христа о предательстве свидетельства о Нем, как случилось с русскими, прислуживающими в еврейской организации ВНЗР. Там платят им приличные деньги, только бы никто не говорил о Христе, и они сдали бы им души за деньги взамен жизни вечной. Марк 8, 38. Кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится сын человеческий, когда при славе отца своего со святыми ангелами своими. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед отцом моим небесным. Вениамин, 13 октября. Обратив христианство многих персов, язычников, он был оклеветан, схвачен, подвергнут жестоким биениям и посажен в темницу, в которой провел два года. А один грех, постный к персидскому двору, узнав о постигшей Вениамина участи, просил царя отпустить его. Царь согласился исполнить эту просьбу, если Вениамин даст обещание не обращать персов в христианство, проситель от лица Вениамина дал это обещание. Но Вениамин, услыхав, потом сказал, невозможно мне переложить тот свет, который восприял в купеле крещения. О, сколь великих мук достоин тот, кто скрыл данный ему талант, или тот, кто умышленно скрывает евангельское учение. Вот приговор всем монахам. А в день 5 сентября. За то, что он своим учением многих приводил к вере во Христа, начальник волхвов велел взять его и принудить поклониться солнцу и огню, и отречься от Христа. Вопрос 2200. Всегда ли было так скудно и трудно в монастырях, как по древним уставам их? Ответ. Многое зависело от настоятелей. Как они повернут, так и будут петь, или стонать подвластные. Вот как на себе уже в первой половине XIX века испытал Игнатий Бринчанинов. Том 1, страница 29. Между строителем пустыни иеромонахом Маркелом и старцем отцом Леонидом возникли неудовольствия, вынудившую последнюю оставить Плющанскую пустынь и переселиться в скит Оптинской Веденской пустыни. Бринчанинов и Чеханов получили приказание немедленно выбыть из обители и отправиться куда угодно, дав им на дорогу 5 рублей, собранных склочиной. Пребывание их в Оптиной пустыне было не таково, как в Площанской. Настоятель смотрел на них неблагосклонно, братья относились не совсем доверчиво. Приходилось много скорбеть им при уединенном образе жизни. Сама пища монастырская, приправленная постным маслом дурного качества, вредно действовала на слабый и болезненный организм Димитрия. Это Игнатия так звали раньше. Они решили сами для себя приготовлять пищу с немалым трудом. Выпрашивали круп или картофеля и варили похлебку. В своей келье ножом служил им топор. Сперва пострадал Димитрий, так что не мог держаться на ногах. Но вскоре свалился Ищиханов, пораженный лихорадкой. За ним ухаживал Дим, но тут же сам падал от конечного изнеможения. 47. Особенно помогало деятельности настоятеля его умения выбирать людей и его знание сердца человеческого, которым он умел привязывать людей к делу им доверенному. Он искал развить в человеке преданность поручаемому ему делу и поощрял его одобрениями и даже наградами и повышениями. Вот что нам дает, ну не так много, взято из «Житей святых». На этом у нас будет окончание. Я хочу подвести общий итог. Эти книги «Жития святых» 12 книг, очень красочные, издала патриархия. Совсем недавно я видел здесь в соборе, книжная лавка, там продают. Как правило, «Жития» издают выборочно. Вот на нашем сайте, сайт называется «К истине1.народ.ру» по-латински. Или просто зарядите сайт «Игнатий Лапкин», или сайт «Во свете Библии», или сайт «Открытым оком», как угодно. Выйдет то же самое через Google или Яндекс. Там «Звук и видео» тема, если ее нажать, то выйдете сразу на то, где начитаны мною были 12 томов «Жития святых». Это по объему, где меньше пол листа, пол страницы, я в оглавление не брал. 1173 «Жития». Это 12 томов. Вот на них я отвечал, у меня книги вышли, 38 книг. И 30 томов «Открытым оком». 7 и 8 как раз на это я на эти вопросы по житиям святых отвечал. Еще есть тема поэзии. Могли бы также выстоять, но не знаю. Тут должны быть хорошие поэты считать. 300 поэтов России за 300 лет по определенной тематике. Что сказали? Если кому-то надо, будут сильно просить, то мы можем даже это насчитать. Конечно, не столько будет. Вот здесь у нас получилось, будет примерно 83 видеоролика, если я правильно понял. 83. Остальное я упустил, там много повторов идет. Что монастыри – это выдумка человеческая. Это не евангельское устроение. И о монастырях нигде Бог не будет спрашивать. И о храмах не будет спрашивать. Спрашивает Бог то, что в 25 главе Евангелия от Матфея. Напоили, накормили, посетили, навестили, оказали помощь. Вот к этому надо стремиться. А что приводило вот в монастырь? Ну, на эти вопросы я постарался ответить. Монастыри, повторяю, нужны. А сколько – не знаю. Но они бы должны быть другими. Никаких обетов не давать. А если давать, то на короткое время, как на зарейство. На год, два, три, больше никак не надо давать. А потом, чтобы он был свободный, мог жениться, выйти замуж и прочее. Для благовестников с одной единственной целью – готовить проповедников-миссионеров. И чтобы был там приют, богадельня, где допаивать, докормить тех, которые трудились на этом поприще. И старые – никого нет. Когда говорит апостол Павел «Водовица должна быть избираемая 60-летняя». Я спрашивал даже у баптистов. Я говорю, а куда избираемая? В деканисы. Да в 60 лет на пенсию идет. Какие деканисы из нее? В 60 лет. Это ограничение, не раньше. Когда есть 60 лет. Куда избирать? Не могут сказать. Иоанн Братаус это объясняет. Святые отцы. Избирается на иждивение церкви. У церкви должны быть средства для того, чтобы поить и кормить таких. Но не всех. Тогда ведь не было никаких пенсий, дотаций, помощи. Этого ничего не было. Социальная забота. Сегодня-то смотри, как государство заботится. Хоть какие-то пенсии есть. У меня вот самая маленькая. 5500. Но она есть. И я не умру. Тем более, если я верующий, тут какие-то братья приходят, помощь присылают. Даже на благовестие, трудность, на издание книг всегда помогают. И если мы верим в Бога, то должны довериться тому, что нам говорит Бог. И вот объединяются где-то в монастыре. Прекрасно. Но людям нужно рассказать, зачем они туда идут. Чему они должны-то обучиться. Это не семинария. Это не курсы, чтобы батюшка требы совершал. Это люди, которые должны нести Слово Божие в мир. Могут быть семейные, как Акила и Прискила, Андроник и Юния. Да мало ли таких, которые Писание показывает, берет их за образец. Я постоянно на каждый ролик врал в руки и показывал Библию. Это все надо рассматривать во свете Библии. Думаю, что будут вопросы, будут поношения. Но опровергнуть никто не сможет. Почему? Я показывал цитаты. Цитаты Библии и цитаты из Жития Святых. А для чего тогда это нужно? Ну, чтобы знать, открытым оком на это смотреть, зря не восхищаться. Тем более, Игнатий Бричанинов поставил точку над этим. Монастыри кончились. Остались актеры. Так если Игнатий Бричанинову еще 200 лет надо накинуть, куда это пойдет? Какое оно там, монашество-то? Там ничего уже нет. Необходимо, единственное, что два пункта держать. Это рождение свыше и водительство Духом Святым. Вот это непременно должны все иметь и все об этом проповедовать. А попытки себя победить, заморозить, недокормить, падали, они это ничего не дают. Она и полумертвая, плоть заявляет о себе. Она плоть. Она не о горнем заботится. И душу насвещать нужно Словом Божиим. И когда вот считаешь, что в монастырях он хорошо изучил Священное Писание. Человек, который изучил Священное Писание, он никогда в монахи не пойдет. Никогда. Я вот с кем-где встречался, я про монашество не говорю. Я говорю о Боге, о Библии. И эти люди никогда к монашеству не пойдут. Почему? Даже без этих объяснений наших тут слишком понятно. Слишком противоположное. Поэтому 83 ролика мы записали. Желаем людям в это вникнуть. Очень хорошо будете знать содержание. Потому что здесь не просто взята большая биография, а конкретно, как говорят, критический разбор. То есть в Осетии Библии. Тут и критики-то настоящей нет. Если мы это не поняли, или понимаем так, как Федор Михайлович Достоевский, что спасение придет из монастыря, он никакой. Совершенно никакой. Он ничего не понимал. По сегодняшней, его просто сказали бы игрок. Все это мудрил, мудрил где-то. Да, он был верующий. Да, среди других писателей, он просто гениальный, он пророк. Предсказал, эксперимент с революцией обойдется в 100 миллионов голов. Так все и было. Но он думал, что спасение придет как-то через монашество, никак оно не придет. Оно может только в труде. Как вот сегодня от дома к дому, от двери к двери идут так называемые свидетели Иеговы или Мормоны. Вот и все. Нам не надо у них учиться. Потому что там заблуждений много. Но отдельный момент, что они так делают, что они заботятся о приобретении новых душ, это необходимо. Здесь ничего нет. Пришли в храм, батюшка отслужил, разошли все чужие. Это просто много обряда, много ритуала и мало Христа. А то и совсем нет. Люди не знают. Благодарю всех, кто слушал. И у кого есть желание, что сказать. Лучше всего в Майл.ру. Я нахожусь там. В Майл.ру. Игнатий Лапкин. У меня два, там, две страницы. На одной я с голубем стою. Туда не надо. Там модераторы содержат контрольные. А другая просто я в шапке стою. Или на форуме. На форум точно так же можете написать. Форум Игнатий Лапкин. Или форум открытым оком. Вот эти слова нужно знать. У нас видеоканал, где это все стоит. Я сейчас не знаю сколько, но там 1700 примерно наших видеороликов. Богу нашему слава во веки веков. Это все записывал, помогал мой брат Владимир Пащенко, верующий. Вот он, покажи. Сегодня второй день Пасхи. Понедельник. И вот Бог позволил нам закончить этот труд. Как его Бог примет, мы ничего не знаем. Но старались. Торопились. Потому что мы разъезжаемся. И наполовину бросить как-то казалось мне неприличным. Никакой у нас тут нет, что обычно там по часам, как название. Крутятся детали. Ничего нет. Вот у нас живьем как есть. Вот сегодня там крещение было. Младенца Агафьи. Мы так его и ставили. Там еще предварительно что было. Я не знаю, ставить, не ставить. Но людям почему-то это все интересно. Мы это делали без лукавства, потому что без хитрости получили. Богу нашему слава. Мы русские люди. И мы желаем, чтобы люди знали жития святых, священное писание. Говорить о святой Руси не приходится. Никогда ее не было. Это выдуманное слово. Была Русь, не знающая Евангелие. Та Русь, которая велась неправильными вождями и привели ее к естественному концу. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Слава Христу.